Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 263, Разрушители мифов, часть 1. Всем привет! Не знаю, как вам, а вот мне по жизни попадается довольно-таки много людей, которые систематически, то есть практически постоянно, врут. Нет, я не говорю про юристов или продавцов дорогих вещей. Эти граждане врут в силу своей профессии, и их можно понять. Гораздо больше меня удивляют люди, которые врут без причины и без какой-либо выгоды для себя. В школе я недолго проучился с одним человеком по имени Миша. Когда мы начали общаться, он любил рассказывать о приключениях, в которые он попадал. Мне эти рассказы сразу не понравились. Слишком уж неправдоподобными, то есть нереальными они были. Потом я встретил Мишу уже в институте. Он снова начал мне рассказывать истории про свой бизнес, про бандитов, которые пытались этот бизнес у него отнять. И про свои баснословные, то есть большие заработки. Я был не один, и спустя некоторое время мой товарищ начал откровенно шутить над Мишинами рассказами. На самом деле, этот рассказчик с бизнесом и жизнью полной приключений работал на самой обыкновенной работе. И был довольно-таки странным человеком, у которого не было друзей. И это совсем не удивительно. Никто не станет терпеть в друзьях патологического лжеца. Я до сих пор не понимаю, почему он так себя вел. Скорее всего, это какое-то психическое заболевание. Вообще, с детства нас учат, что обманывать плохо. И произнося такие вещи, родители сами нас немного обманывают. В жизни вообще не существует универсальной стратегии поведения. Те бизнес-тренеры и религиозные деятели, которые утверждают обратное, тоже врут нам. Слишком сложно все устроено, и слишком много людей может зависеть от того, что вы скажете. Вот вам такой скользкий, то есть сложный и неприятный пример. Вы случайно видите девушку, своего друга, в компании другого молодого человека. Более того, вы даже уверены, или просто знаете, что она другу изменяет. Необходимо ли сказать об этом товарищу правду? Или лучше промолчать, что будет равносильно тому, что вы соврете? Однозначного ответа нет. Все зависит от ситуации. Я знаю лично два случая, когда два противоположных поведения в похожей ситуации оказались правильными. Однажды жених остался в неведении, ничего не узнал. И сейчас у этой семьи двое детей, все счастливы. А если бы муж узнал правду, этой семьи просто не существовало бы. А в другой раз, правду обманутому парню пришлось сказать. Сначала был скандал, но сделать иначе было просто нельзя. Настолько неадекватно поступил этот товарищ. В конце концов, друзьям удалось раскрыть глаза своему приятелю. И потом он был им благодарен. Казалось бы, обстоятельства одни и те же. Однако, несколько незначительных деталей ставят с ног на голову нашу оценку ситуации. Ставить ног на голову значит говорить и делать все, противоположное тому, как делать или говорить надо. Поэтому, ко всему надо подходить с головой, то есть тщательно думать. Иногда нужно сказать правду, а иногда проще будет соврать или промолчать. Еще немного о целесообразности лжи мы поговорим в следующий раз. А сейчас обсудим название. Разрушители мифов, так в русском переводе называется популярная американская передача «Миф Бастерс», выходившая на канале Discovery. Ведущие передачи специалисты по спецэффектам Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж использовали свои навыки и опыт для экспериментальной проверки различных баек, слухов, городских легенд и других порождений популярной культуры. Почему подкаст называется именно так, вы поймете во второй части выпуска. А сейчас давайте послушаем историю. Итак, поехали. Гриша, ты где вчера пропадал? Мы все телефоны оборвали. У нас тут план горит, а ты прохлаждаешься непонятно где. Аркадий Петрович, обстоятельства у меня. Жена из дома турнула. Вчера весь день пытался как-то мосты навести. А когда понял, что бестоляк, начал по съемному жилью шуршать. Жить где-то надо. Не люблю совать нос не в свои дела, но что у вас случилось-то? Да я сообщение в Вайбер по пьянке другу отправлял. А отправил случайно старой подруге. А она ответила довольно двусмысленно. Я хотел расставить все точки над И, но не успел. Машка телефон из рук вырвала. Подумала, что мы с Любой шаш не крутим. А что, нельзя было объясниться? Той же Любе позвонить и допрос с пристрастием учинить. Пытался я. А жена ни в какую. Собирай, говорит, своей манатки и проваливай. Да, Гриша, попал ты в переплет. А где ты живешь-то теперь? Я Машу твою видел вчера, кстати. Не было похоже, что от нее муж ушел. Я думаю, такие вещи на лице должны быть написаны. А она ничего, улыбнулась, поздоровалась, как ни в чем не бывало. Да мы помирились уже. Вчера. Она поистерила слегка. А потом лед растаял. Все у нас хорошо. Спасибо за участие. Отличная история. Только позволь задать вопрос. Ты что, за идиота меня держишь? Как всегда, полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com Чтобы подписаться на все выпуски, необходимо зайти на страничку Membership Options Page. Там вы увидите массу способов оплаты, начиная от PayPal и заканчивая различными карточками Visa, MasterCard и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите предложить тему для будущих подкастов, пишите нам на tasteofrussian.gmail.com До новых встреч!